Вот, на тебе, держи, вот сюда, вот сюда тебе. Все недоношенные дети, да, у нас находятся в кювезах с сервоконтролем, где выставляется там влажность, температура, да, эти дети, которые пока со своей терморегуляцией не справляются, то есть эту функцию мы выполняем за них, вот, поэтому выставляется температура, влажность, накрывается все специальной тканью, которая защищает ребенка от света, шума. Естественно, когда он вырастает, он уже перекладывается, да, на обычный реанимационный столик, также с подогревом. Плюс к этому обязательный монитор, мониторирование, да, за всеми жизненными показателями ребенка, аппарат искусственной вентиляции легких, если ребенок требует респираторной поддержки, и инфузоматы, если ребенок требует инфузию, парентерального питания, каких-то других препаратов для внутривенного ведения. Здесь постоянно пост медсестер, вот, и дежурные доктора, которые наблюдают за детьми круглосуточно. То есть у нас в отделении, да, это реанимация новорожденных, у нас нет палат для мам, то есть мамы не лежат, то есть они лежат, если они еще после родов в акушерском отделении, в послеродовом. Иногда есть возможность у детей с какой-то хирургической патологией, что мама остается на хирургическом отделении, ребенок поступает к нам для операции после оперативного наблюдения, и дальше переводится снова к маме. Вот, у этого ребенка, мама, получается, была выписана, она дома, она посещает своего ребенка, каждый день мы проводим этот кенгуру, когда ребенок, да, выкладывается на маму, и плюс к этому трижды, иногда четыре раза в день она приносит молоко, вот, но не проходит в палату, то есть в палату проходят они один-два раза в день. Это мальчик, рожденный на 26 недель, 900 грамм при рождении, у него стоит зонт в желудок, вот, и у него, как бы, есть попытки, да, начала такого сосательного-глотательного рефлекса, но больше, то есть пока с полным объемом питания он не справляется, как бы полный объем МОУ через зонт вводится. Он питается маминым грудным молоком сцеженным, сейчас в целом его состояние стабильное, он дышит самостоятельно, в целом готовится на закрытие стом, ест полным объемом, дышит сам, гемодинамически абсолютно стабилен, растет, сейчас он весит полтора килограмма. Вообще, последние два года экстремания, потому что детей чуть-чуть меньше вообще по России везде. Сейчас у нас в отделении трое подросших ребяток, которые были до килограмма, а всего их за год что-то около 20. У таких деток всегда очень долгие истории, пока дети в реанимации, еще нельзя говорить о том, что у них уже все самое страшное позади. Вот когда они с мамами на руках пойдут домой, значит, у них уже все хорошо. Самое-самое здоровское, это когда ребята потом приходят и с родителями, и мы видим, какие они классные вырастают.